МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самый лучший самолет в мире. Так военные летчики называют этот истребитель КБ Сухого. К нему применимы все определения с приставкой «Сверх». Сверхуправляемый, сверхмощный, сверхманевренный. Су-27 в фильме «Оружие». В 60-х годах доминирующее положение в производстве авиационной техники занимали Советский Союз и Соединенные Штаты Америки. Военные теоретики обеих стран тщательно собирали и анализировали данные о боевом применении истребителей во Вьетнаме и на Ближнем Востоке. На основе этой информации разрабатывались требования к самолетам нового поколения. В результате для повышения эффективности действий тактической авиации посчитали целесообразным иметь в ее составе два основных вида машин. Первый – дорогостоящие тяжелые истребители взлетной массой 19-20 тонн с мощным вооружением и совершенным бортовым оборудованием. Второй – дешевые легкие самолеты массой 9-10 тонн с менее сложным оборудованием, ограниченным боекомплектом, только ракеты малой дальности и пушка, но обладающие более высокой маневренностью. США начали работу над истребителями четвертого поколения раньше, чем Советский Союз. В 1969 году фирма «Макдоналд Дуглас» получила контракт на строительство F-15 – тяжелого двухдвигательного истребителя. Летом 1972 года поднялся в воздух первый летный экземпляр этой машины. Ее основной задачей было завоевание превосходства в воздухе. Почти одновременно появился и многофункциональный легкий истребитель F-16 фирмы «Дженерал Дайнэмикс». Он был предназначен для решения тактических задач. Советский Союз был готов дать адекватный ответ на вызов, брошенный Соединенными Штатами. В 1969 году Министерство обороны СССР объявило конкурс на создание истребителя нового поколения. Свои проекты предложили конструкторские бюро Артема Микояна, Павла Сухова и Александра Яковлева. Проект Александра Яковлева выбыл из конкурса еще на предварительной стадии. После этого заказчик принял решение – строить сразу два самолета. Конструкторское бюро Артема Микояна создавало легкий фронтовой истребитель МиГ-29. Разработка тяжелой машины поручалась Павлу Сухому. Проект получил индекс Т-10. С самого начала генеральный конструктор поставил перед своими сотрудниками сверхзадачу – сделать истребитель, который будет превосходить аналогичную технику потенциального противника. К сожалению, Павел Осипович Сухой так и не увидел новую машину. Он скончался в 1975 году. Генеральным конструктором КБ стал его давний соратник Евгений Иванов. Иванов Евгений Алексеевич – конструктор авиационной техники, герой социалистического труда, доктор технических наук. Годы жизни – 1911-1983. В 1936 году окончил Московский машиностроительный институт. Работал в различных конструкторских бюро. С 1959 года – заместитель генерального конструктора. С 1975 года – генеральный конструктор КБ Сухого. Работы по тематике Т-10 последовательно возглавляли Олег Самойлович, Наум Черняков. С 1976 года этим направлением стал руководить Михаил Симонов. «Десятка» разрабатывалась совместно с учеными Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского. После обширных исследований и испытаний для самолета была выбрана интегральная аэродинамическая компоновка. Крыло с развитым корневым наплывом и фюзеляж плавно сопрягались друг с другом, образуя единую несущую поверхность. Это давало возможность самолету выдерживать огромные перегрузки. Кстати, основной конкурент машины Сухого – истребитель F-15 – был сконструирован по классической аэродинамической схеме. Таким образом, компоновка советской машины обеспечивала серьезное преимущество в сравнении с американским конкурентом. Впервые в отечественном самолетостроении была реализована концепция электронной устойчивости, при которой аэродинамика полностью определяется возможностями системы управления. Вместо классической механической проводки применялась электродистанционная система управления. Первый летный экземпляр Т-10 поднялся в воздух 20 мая 1977 года. Его пилотировал летчик-испытатель Владимир Ильюшин. Полет прошел успешно. В дальнейшем этот экземпляр использовался для определения характеристик устойчивости и управляемости, а также доводки системы управления нового истребителя. В течение первых 8 месяцев испытаний было выполнено 38 полетов. Вскоре стало ясно – серийная машина не сможет превзойти F-15. Производители отечественного радиоэлектронного оборудования и вооружения не укладывались в заданные массогабаритные параметры. Это влекло за собой общее перетяжеление самолета, снижение его скорости и маневренности. Перед разработчиками возникла нелегкая дилемма. Либо довести машину до серийного производства и сдать заказчикам в существующем виде, либо радикально пересмотреть конструкцию. Было принято решение о создании самолета практически заново, не выпуская машину, отстающую по своим характеристикам от главного конкурента. Работа над новым вариантом Т-10 продолжалась более трех лет. Снова привлекли ученых ЦАГИ, тщательно просчитали все варианты компоновки. Конструкторы сохранили интегральную аэродинамическую схему. При этом изменили обводы носовой части фюзеляжа, по-другому разместили агрегаты двигателя, переделали шасси. Наибольший эффект принесло изменение формы крыла. Прежде оно имело плавные очертания. В новом варианте приобрело форму трапеции. Переднюю кромку оснастили отклоняющимися поверхностями. Были доработки еще сделаны на носках крыла, для чего при выполнении фигур пилотажа необходимо контролировать именно носки, чтобы выполнять фигуры пилотажа в коротком радиусе. Воздухозаборники двигателей получили защитные сетки. Они автоматически открываются и закрываются на взлете и посадке. Защитная сетка представляет собой титановую панель, которая состоит из 100 тысяч отверстий квадратной формы. Каждое отверстие имеет размер 2,5 на 2,5 миллиметра. В первоначальном варианте тормозные щитки располагались в нижней части крыльев. При их выпуске на самолете начиналась вибрация. Чтобы избавиться от нее, тормозной щиток разместили сверху на фюзеляже. Новый тормозной щиток потребовал изменения конструкции фонаря. Теперь он не сдвигался назад, а открывался вверх. Так обеспечивалась безопасная траектория сброса фонаря при катапультировании с выпущенным щитком. Новые решения и новые технологии применялись практически во всех компонентах конструкции и оборудования. Конечно же уникальность силовой установки двух двигателей АЛ-31Ф, которые на нулевых скоростях, в том числе с неправильным обтеканием, с затенением воздухозаборников и так далее, достаточно устойчиво работают, без всяких позывов на какой-то сбой. И причем во всем диапазоне оборотов от малого газа до полного форсажа. То есть на этих режимах мы можем включить вплоть до полного форсажа и в общем-то все достаточно устойчиво работает. В результате истребитель изменился настолько, что можно вести речь о новом самолете. Он получил индекс Т-10С. 20 апреля 1981 года Владимир Ильюшин поднял машину в небо. Первые же полеты показали, что создан уникальный самолет по многим параметрам, не имеющий аналогов в мире. Но испытания шли нелегко. Не обошлось без катастроф. В одном из полетов на предельных режимах из-за разрушения планера погиб летчик-испытатель Александр Комаров. Другой пилот, Николай Садовников, посадил на аэродром поврежденный самолет без большей части консоли крыла, с обрубленным килем, и тем самым предоставил бесценный материал разработчикам машины. В срочном порядке была усилена конструкция крыла и планера в целом. Параллельно с летными испытаниями продолжались исследования на земле. Машина подвергалась высочайшим нагрузкам. Основной этап испытаний был закончен в 1982 году. Скоростные и маневренные характеристики самолета соответствовали требованиям заказчика. Рискованное решение о полной переделке конструкции себя оправдало. Самолет неограниченных практически возможностей. Я скажу, что низкий поклон конструкторам, кто его создавал. Наверное, они тогда не представляли, сколько суждено будет летать этому самолету, и какой запас прочности они вложили в него, что, наверное, тоже не предполагали, сколько он будет эксплуатироваться. Самолет, еще раз говорю, выдающийся, конечно, у него и маневренные возможности, и боевые качества. И, в общем-то, не хотелось бы ни в коем случае, даже пока нет такого самолета, на который бы хотелось пересесть из кабины этого самолета, пересесть в какой-то другой самолет. Пока я не вижу такой машины, чтобы она была создана. Самолет пошел в серийное производство под индексом Су-27. Его выпускали на заводе в Комсомольске на Амуре. Су-27. Многоцелевой истребитель. Длина — 21,9 метра. Размах крыльев — 14,7 метра. Максимальная взлетная масса — 28 тысяч килограммов. Силовая установка. Два турбореактивных двигателя АЛ-31Ф тягой по 12 тысяч 500 килограммов. Максимальная скорость — 2500 километров в час. Практический потолок — 18 тысяч 500 метров. Практическая дальность — 3 тысячи 900 километров. Вооружение. Встроенная пушка калибра 30 миллиметров. Боевая нагрузка — 6 тысяч килограммов на 10 узлах подвески. Управляемые и неуправляемые ракеты — авиабомбы. Экипаж — один человек. Военно-воздушные силы и авиация противовоздушной обороны стали получать серийные истребители в 1985 году. Первые же отклики из строевых частей подтвердили. Су-27 — выдающийся самолет. Су-27 — выдающийся самолет.